Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России Петверской области совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Твери в Калининском районе задержали группу автоугонщиков, похитивших автомашину Toyota на улице Луначарского. Ущерб составил порядка двух миллионов рублей. Установлено, что кражи автомашин происходили в разных районах города. Затем подельники перегоняли автомобили в гаражный бокс в одну из деревень Калининского района. В момент задержания в похищенной автомашине полицейские обнаружили устройство подавления сигналов, оборудование для запуска двигателя марок Toyota и радиостанции. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты автомобили Renault разных модификаций Mazda, Toyota, Vaz 2115, множество государственных регистрационных знаков, регистратор, два ноутбука и инструменты для изменения номерных агрегатов. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Незадолго до новогодних праздников в одной из садоводческих товариществ рядом с Тверью приехали судебные приставы. Под их присмотром на территории СНТ по решению суда меняли трансформатор. Мы сейчас находимся в деревне Пищалкино. Производятся меры принудительного исполнения, вступившего в законную силу, решения арбитражного суда Тверской области. На протяжении двух с половиной лет председатель ТСН Перелески, сейчас этот ТСН называется Спутник, не передает ключи по вступившему в законную силу решения суда СНТ Перелески. Значит, неоднократно он был предупрежден уже и об уголовной ответственности, и об административной ответственности, однако не исполняет решение суда. В ходе своей хозяйственной деятельности председатель ТСН Спутник поменял все внутреннее оборудование, трансформаторные, спорные трансформаторные подстанции, а также поменял сам трансформатор. Вот сейчас происходят меры принудительного исполнения, в ходе которых будет заменен сам трансформатор, и будет сменен замок, который запирает распредустройство. Таким образом, решение суда на сегодняшний момент будет исполнено. Это никак не повлияет на обеспечение электричеством жителей и судоводческих товарищей? Это не повлияет. Люди могут быть спокойными, свет у них будет. Работы с трансформатором в одном СНТ практически совпали с обращением в патрульную службу руководителей двух других садоводческих товариществ «Огонек» и «Вагонник». И их обращение также непосредственно связано с электроэнергией. Существует федеральная программа по технологическому подключению к электрическим сетям. Члены нашего СНТ два года назад заключили договор с МРСК на прямое подключение к поставку электричества. В течение года ничто не было исполнено. Жители СНТ подали в суд, выиграли суд. 20 августа должно было произвести подключение по решению суда. Ничто не сделано. Мы не знаем, куда нам обратиться с тем, что к нам привели электричество. Цена в данный момент электроэнергии в нашем СНТ составляет порядка 7 рублей, так как большие потери электричества существуют у нас. Сети старые. Люди пользуются генераторами. У нас живут уважаемые люди, ветераны войны, ветераны боевых действий. Не заслужили люди такого отдыха. Мы также получили договора у МРСК на подключение наших садоводов к электрическим сетям напрямую. Но дело в том, что нас могут подключить по техническим условиям, выданным МРСК, только после подключения огонька. То есть, другими словами, в августе месяце истек срок подключения по нашим договорам. На просьбу к МРСК дать разъяснение, почему нас не подключают, ответа никакого не было. Мы обратились в управление федеральной антимонопольной службы в ноябре месяце. Получили ответ, что направлено предписание в МРСК об исполнении договоров по подключению. Но никаких действий от МРСК ничего не происходит. В нашем кооперативе также живут и уважаемые люди. И те люди, которые сейчас подключаются к электрическим сетям, у всех жилые дома. В этих домах живут малолетние дети, престарелые люди. И, естественно, пользуясь электричеством нет никакой возможности, потому что напряжение в зимнее время просто падает до 160 вольт, ничего не работает. Деньги были выделены на данную программу, на данное подключение сетей. Был подрядчик, подрядчик исчез. Куда делись деньги, мы также не знаем. Подрядчик без денег работать не будет. Я так поняла, что без этого подключения это небезопасно, могут произойти пожары. Это естественно. И старые сети. Везде каратит, везде дымит. Это... Я не знаю. Даже как это... У вас в кооперативе много людей живет зимой и приезжают? Официально в этом году проживает более 60 семей. Из них 10 человек, инициативная группа, кто сейчас ждет подключения к сетям МРСК. На самом деле весь кооператив хочет заключить прямые договора и получать электрическую энергию напрямую от сетей МРСК от города. Из антимонопольной службы ответ то, что они дали предписание исправить и подключить наш участок к электрическим сетям. Срок исполнения 1 января 2020 года. Но я думаю, что никто ничего не будет сделано, и в любом случае нам придется идти дальше и еще раз писать заявление в Уфас о наказании, о привлечении МРСК именно к исполнению своих требований. Если же это не будет выполнено, тогда дальше остается только прокуратура и Роспотребнадзор. После этого обращения мы отправили запрос в Тверской филиал МРСК, но ответа пока не получили. За последние 10 дней мы неоднократно звонили туда, пытаясь связаться с представителями этой организации. Но не получилось. Мы предлагали и предлагаем энергетикам выступить в патрульной службе и дать обратившимся к нам людям конструктивный ответ. В преддверии Нового года в рамках Всероссийской патриотической молодежной эстафеты «Добрых дел», организованной Следственным комитетом России, сотрудники Регионального следственного комитета посетили своих подшефных маленьких воспитанников Тверского специализированного дома ребенка «Теремок». Над этими малышами следователи шествуют с 2015 года. Все это время сотрудники Следственного комитета постоянно навещают малышей, приобретая необходимые детские товары. Каждый визит желанных гостей становится для ребятишек праздником, особенно если это праздник Нового года.